Конкретно, максимально конкретно, действительно, нынешняя слабость России совершенно очевидна для меня, я думаю, для многих других, внутри нас самих, и более того, в нашем правящем классе. Потому что именно правящий класс задает идеологические, как бы сейчас выразились, тренды, и у него есть механизмы их распространения. Значит, по-прежнему наш правящий класс, на мой взгляд, и фактически это декларируется, вот не такими людьми, как Дмитрий Рогозин, который сейчас выступал и правильно говорил, что нужно смотреть вперед на несколько лет, может на несколько десятков лет, а не на два месяца и никого не догонять. Но по-прежнему правящий класс России упорно, и он сам в это верит, к сожалению, или значительную часть, внедряет мысль, что Россия отсталая, нецивилизованная страна. И единственное, что мы можем, догонять более или менее успешно. Когда более успешно, это значит наше правящего класса, правительство заслуг. Когда менее успешно, это потому, что, естественно, народ отсталый, нецивилизованный, и все такое прочее. Мы имеем в последние годы самые низкие темпы экономического развития по сравнению с царским правительством начала 20 века, с царскими правительствами, с большевистскими правительствами 20-30-х годов. Там 0,5% рост или 1,5% за это просто бы моментально сняли с работы или чуть попозже действительно растреляли бы как врага народа. Послевоенные годы, хрущевские годы, брежневские годы, даже в горбачевские годы по инерции, хотя он сдавал все-все-все-все, темпы роста экономического были выше. Но если за век с лишним нынешние руководители экономики обеспечивают меньше всех остальных в предшествующий период, может быть, это и есть то время, когда нужно поменять, резко поменять кадры. Я надеюсь, это произойдет. Нам нужны теперь и в этом смысле очень важные моменты. С цели экономические можно и нужно ставить, естественно, большие для России, естественно, не догонять, а обгонять. Но я абсолютно согласен с проблемой образования, с постановкой. Эту проблему ставили многократно, в том числе я об этом говорил, не только я. Я просто хочу обратить внимание, что именно те люди, которые в экономической сфере говорят, мы должны догонять Запад, но никогда его не догоним, потому что он такой, сякой, пятый, десятый, а мы не такие, не сякие. Именно они, вопреки словам тех, в частности, кто здесь присутствует, внедрили эту реформу образования, проводили ее, хотя все рушилось, все падало. И до сих пор именно они, Маховик набрал инерцию, естественно, до сих пор их усилия тогдашние мешают нам восстановить качественную систему образования, которая была у нас в стране, как известно, и была лучшей, космос и прочее. Да, Александр Андреевич.